18-й раз фестиваль творчести августовских каналов культуры трех народов з'ядна у белорусов, поляков и литовцев. Местом проведения сябровской встречи по традиции стал шлюз Домбрука августовского канала. У разностайных мероприемствах фестивалю, які, не глядячи на усек апрызы надворья, доужилися до вечера, проняли у дел тысячи гостей. До гуляния у Изабау долучилась и наша здымошная группа. Старт святу на шлюзе Домбрука дало театрализованное шыстье, удельниками якого стали творчая и музычная коллективы с Беларуси, Польши и Литвы. Под агульным флагом августовского канала колонна пройшла до головной сцены, дзе и отбылося открытие фестивалю. У календаря белоруса немало святы, які яднаюць націянальності. У їх ліку і фестываль «Августовскі канал» у культуры трох народав, які с кожным годом становіся усе більш масштабным. І не толькі па географії і колькості удельників, а лінай перш па подрыхтаванных мероприемствах. З новинок гэтага года добрачынны забех для дзятей за межаванными махчымастями, мюзікал ў пастануці настаўнікал і вучняў дзятячай музычной школы мастацтваў, імя Антонія Тызенгауза, батл-баяністав. До слова пероможцу Апошнева, сарот 20 удельників шляхом тайного волосования обирали усе, присутніе на святі. Батл буде проходить в три тура. Перший тур – це визитка участника. Каждый представляє какой-то маленький кусочек произведення, не більше минуты. Нужно показати, в першу очередь, мастерство игры своєй, ну, і, може, які-то музикальні составляючі тож. Второй тур – це буде більше представлення своєго образа, актёрське мастерство, танцевальне мастерство тож може бути. Участники должны показати себе не тільки як музиканты, але і як артисты. І третий тур – це буде полноценний номер. Там кожен участник представить по одному полному произведенню, т.е. це вже може бути більше 2-3 минути. І це вже должен бути як полноценний концертний номер. Усіх, хто завітаў гэты дзень на свято, могли не тільки поглядеть, але і самі стаць удзельніками розных забаў, конкурсів, майстер-класів. У декоративно-прикладних майстернях охотная брали худкі курсы па техніках малявання, уласноручна робілі лялькі-берагіні і расписывалі великодныя яйкі. Роспис яїц, да, це іспокон ведеться. Ешо моя бабушка писала, мама писала. А щас я вот пишу. Это вот на Пасху, вот, пажалста. Вот такие. Можно в подарок дарить, да? Если в подарок, значит, варёное, не выдутое, а это вот пощупайте лёгкое яйцо, выдутое, оно дольше сохраняется. У нас есть своё брендовое мероприятие, это свято беларускай лялькі, который проходит каждый ноябрь месяць. В этом году он уже будет проходить шестой раз у нас, так что приглашаю тоже вас к нам. Вот, у нас есть мастер Ирина Ринкевич, который изготавливает наши куклы. В основном это обереговые куклы, которые оберегали наших предков. Вот, всего плохого, вот так вот. Не только созданной куклы, которую она создаёт, она создаёт детские игрушки. Всё лето на фестивале народной творчести особная увага была нададзена национальному костюму. Строи, які у 18-19 стагодзе носили протки, представили на широкий суд заховальники традиционного национального костюма с Польши и Беларуси. Мы приехали на ваше свято с нашим строем, с нашей Янаровской гминой. Это строй вельми старый. Наш строй складается с галки, спадницы, сайана. Сайан – это спадница и это название этого сайана, который был ткан на кроснах. Фартух, блузка и хустка. В таких строях наши бабушки ходили, когда было в великие свято, ходили в церкву. Это объединение Союза поляков в Новогрудку существует очень давно. И вначале все эти костюмы были, все участники где-то в каких-то мероприятиях они участвовали и в этих костюмах выступали. А потом собирали по всему району. У нас же в Новогрудке тоже много поляков в нашем городе, поэтому вот это все было собрано. До слова Сюлита, кроме традиционных трех народов-суседев, у свято приняли удел и гости из России. Правда, по пуль у роли глядачу. У нас тоже в Петербурге есть польская суполка, белорусская. Мы живем своей жизнью там. Поэтому обязательно в следующем году будет Литва, Белоруссия, Польша и Россия. С момента заснования и первой презентации августовского канала культуры трех народов прошло 18 год. За этот час культурная падея значительно проросла у дельниками и поширила спис мероприемству и импресс. Гостей из всей Белоруссии из-за мяжи, як и ранее, прывабливая и особливая атмосфера, теплени и сяброуства на шлюзе Домброука, неодъемная частка фестивалю по-Гродзински. Вот это взаимодействие вокруг августовского канала, которое идет, объединяет три страны, объединяет Литву, Беларусь и Польшу. И, конечно же, все общаются, все понимают друг друга. И мы гордимся, что это проходит на белорусской земле, на белорусской части августовского канала. Уже более 50 тысяч безвизовых туристов посетили Гродненский район. Я думаю, что к концу года мы выйдем на 100-тысячный рубеж. Свято на августовском канале веровало до самого вечера. Кожный знаведовальника у шлюза Домброука знайшел забаву по души. И хотя дождь спробовал перешкодить святошному настрою, особливая атмосфера фестивалю, августовский канал у культуры трех народов сдолила усил согреть и подаровать шмат теплыни и солнца.